И добрый-добрый день, дорогие радиослушатели, и присоединившиеся вот буквально прямо сейчас зрители канала Саха-24 в эфире рубрика «Якутск сегодня». И, ну, не хотелось бы ограничиться, конечно, одним, одной столицей нашей республики, да, и поскольку повод у нас глобального, всепланетарного, можно сказать, масштаба, буквально вчера закончилась глобальная неделя безопасности на дорогах, которая отмечается во всем мире, и наши, конечно же, органы правопорядка, которые следят за соблюдением всех правил дорожного движения, конечно, тоже к этому причастны. Но очень-очень прискорбно, что завершение вот этой глобальной недели отметилось у нас. Давайте я представлю наших гостей, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД Елена Гуляева, которая занимается конкретно разъяснительной работой, конкретной пропагандой правил дорожного движения, безопасности дорожного движения. И Айсен Ильич Прокопьев, который отвечает за дорожное движение. За содержание дорог. За содержание дорог. Дорожного надзора. Да. В общем, люди, которые непосредственно отношения имеют к безопасности дорожного движения. И перед эфиром у нас такая лёгкая подготовочка состояла. Всё-таки давайте мы немножко, конечно же, выражаем от лица и радиослушателей, и телезрителей соболезнования с трагическим случаем, которое у нас произошло на Чернышевске, буквально в завершении этой недели глобальной безопасности. Что же там произошло? Давайте немножко пару слов. — Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Действительно, вы правы. Буквально на днях в столице республики произошёл трагический случай, в результате которого погиб 15-летний подросток. 13 мая, где-то около половины 10-го вечера, 15-летний школьник, взяв без спроса родителей ключи от автомашины Toyota Corolla Fielder, сел за руль и на улице Чернышевского, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП сам подросток, сидевший за рулём, получил смертельные травмы. Ещё один школьник, который находился в этой же автомашине, друг водителя, подростка, получил травмы. И ещё, кроме того, пострадал ребёнок-пассажир в другой машине, которого сидевшая за рулём мама перевозила без детского удерживающего устройства. Вот такой, как говорится, целый набор трагедий в результате одного ДТП. В результате одного решения, вот подростка взять без спроса отцовскую машину. Ну, скажем так, однозначно списывать на подростка в данный случай, конечно, было бы неправильно. Всё-таки за детей несут ответственность родители. Родители в первую очередь, да. И ещё будет разбирательство по этому поводу, конечно, продолжаться. Но, тем не менее, факт остаётся фактом, ребёнка уже не вернуть. И в этой связи, конечно, хотелось бы призвать всех взрослых, родителей, у кого есть транспорт, у кого есть дети, задуматься и принимать соответствующие меры предупредительные, разъяснительные, объяснительные. Ну, как говорится, перестраховываться на несколько раз. И наперёд. Да. Чем же отметились мероприятия глобальной недели безопасности, про которую вначале мы упоминали? Да. Ну, это тоже такое масштабное мероприятие, как вы уже сказали, всемирного масштаба. Четвёртая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Она прошла под эгидой ООН уже в четвёртый раз. И в этом году она была посвящена проблеме превышения скоростных режимов. Один из важных факторов безопасности на дорогах. И если говорить о масштабности этого мероприятия, да, и о значимости, то, конечно, проблема безопасности на дорогах, она актуальна для всех стран, для всего мира. Ну, даже если вспомнить какие-то события минувших лет, скажем, в ДТП погибла принцесса Диана, да, и никто не застрахован. Люди любого ранга, статуса и так далее. Очень много российских известных лиц. Это и политик, и юморист Михаил Евдокимов, Виктор Цой, да, кумир молодёжи 80-х. Это актриса Марина Голубь. Ну, в общем, можно продолжать этот список долго и долго. Вот, и это говорит о том, что, действительно, никто не застрахован, любой может стать участником или жертвой дорожных происшествий. И проблема, действительно, масштабная, и решать её нужно всем миром, всем обществом. Вот тут возникает вопрос, да. Я не знаю насчёт руководства нашего региона, да. Скорее всего, они, они, говорю, соблюдают как раз вот скоростной режим, определённые правила. Ну, кроме тех нарушений, которые предписывают регламентом для первых лиц, допустим, руководства региона. Но, согласитесь, что статус какой-то, чем выше начальник, тем он может себе... Ну, раз на раз не приходится, конечно. Но бывают такие начальники, такие люди высокого ранга, которые, как им кажется, что их должность, их статус позволяет пренебрегать некоторыми аспектами безопасности на дорогах. Согласитесь, есть такое. Ну, наверное, ряд людей высокого ранга, высокого уровня так думают. И не только, а артисты тоже, кстати. Да, может быть. Но, как я уже сказала и перечислила, вот ряд известных лиц, к сожалению, никто не защищён. Ни у кого нет вот этой вот невидимой палочки-выручалочки, да, или скафандра невидимого, который бы защитил в случае дорожно-транспортного происшествия. И все мы уязвимы, вот как свидетельствует статистика и жизнь сама. Мы работаем прямым в эфире, дорогие радиослушатели и телезрители 32.0066, 32.1166. У вас отличная возможность задать прямые вопросы по работе сотрудников ГИБДД на дорогах нашей республики. И хотелось бы всё-таки, поскольку глобальная неделя была отмечена, вот, соблюдение скоростного режима, да, спор такой философский. Что лучше, камера или полицейский? Можно я отвечу на этот вопрос, да? В основном в мире новых технологий внедряется установка фотофиксаций, нарушение правил дорожного движения. Ну, у нас в республике это занимается непосредственно содержанием, а также эксплуатацией камер фотофиксаций. Это управление дорог республики Саха-Якутия, где они также применяют передвижные комплексы, где непосредственно внесут их инженера. Задача госавтоинспекции – это обработка, а также внесение постановлений штрафа и донесение писем, скажем, счастья до нарушения правил дорожного движения. То есть чистой воды формальности, да? Да, конечно. Но непосредственно, когда сотрудники госавтоинспекции несут свою работу по безопасности дорожного движения, мы ежедневно выходим в две смены. Но вот то, что касается о городе Якутске, у нас, допустим, от 10 автопатрульных машин выходит и порядка 20-25 сотрудников. Ну, да, я остаюсь при своем мнении. Камера или стоящая рядом сотрудник, это, наверное, действеннее, чем просто камера. Кусок железа, который просто мочит. Можно, я тоже выскажу свое мнение по этому поводу. Да, несомненно, количество видеокамер, фиксирующих нарушения, у нас растет. И при этом, естественно, растет число выявляемых нарушений. То есть нарушителей не становится, к сожалению, меньше. Роль инспектора, она действительно очень велика в процессе надзора за дорожным движением. Опять же, если вернуться немножко назад в историю, есть такой легендарный у нас инспектор Дмитрий Николаевич Алексеев, который своим присутствием на проспекте имени Ленина сводил практически к нолю возможность дорожно-транспортных происшествий и вообще нарушений на проспекте. Сейчас в современном мире, конечно, это сложно. Но, тем не менее, воспитательная роль инспектора, она высока. Но я думаю, что самый главный останавливающий фактор для любого водителя и потенциального нарушения должен быть он сам. Внутренний контроль. Да. Прежде всего, свой инспектор должен быть у каждого, как говорится, в голове. А чуть было не сказала. Разменяли водку на камеру. Тем не менее, телефонный звонок. Говорите, мы слушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая программа и хорошие люди для себя. Желаем всем хорошего. Хорошо, что они у нас есть на дорогах. Нет этого беспредела. У меня тут два вопроса. У нас были стационарные останавливающие пункты ГАИ в сторону Маганска, где Вилюйска и Покровска. Они же хорошие были, когда работали, действовали, задерживали, так сказать, фильтрация шла, движение. Многие боялись героев, которые чувствовали свою безнаказанность. А сейчас вот почему-то взяли, закрыли. Это первое. Второе. У нас вот дороги... Вы как представители государственной власти, вы можете, например, контролировать работу дорожников. Интересно просто, за что они деньги получают. Постоянно у нас ухабы. Дорогу только построили, начинают опять переживать. То там ямка. Потом говорят, что это могло. У нас почва уходит, сыпкая почва. Но это же не так же. Хорошо, мы поняли. Ага, спасибо. Спасибо. Ну, можно я отвечу. По первому вопросу. Все вы, наверное, прекрасно знаете, что было очень большое сокращение именно сотрудников госавтоинспекции, вообще Министерства внутренних дел по всей Российской Федерации. Но это, конечно, коснулось и нас, нашу республику. Поэтому данные посты на территории города Якутска, они были упразднены, также по связи с сокращением личного состава госавтоинспекции. На сегодняшний день у нас два стационарных поста на республике. Это которые у нас находятся в Нернгринском районе, поселке Беркатит, где несём круглосуточное дежурство, а также в городе Тамоки. То, что касается постов, которые вблизи города, мы всегда проводим мероприятия. Вы все, наверное, жители города Якутска видите, когда идут выходные или праздничные дни, мы по мере наших всех возможностей, мы обязательно выставляем посты в часы пить или же в опасное время участка времени, когда у нас в основном проходит именно нарушение правил дорожного движения со стороны водителя, это состояние алкогольное опьянение или массового выезда за пределы города и когда возвращается. То, что касается второго вопроса, мы ответим, ну, скажем так... Давайте сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, да, всё-таки второй вопрос мы зафиксировали, и на вопрос нашего радиослушателя, телезрителя мы ответим сразу после рекламной паузы. И, как всегда, как всегда, в понедельник, без 15.11, вторая часть программы Якутск сегодня, которая посвящается сегодня не только вопросам столицы. Айсен Ильич, давайте, вторая часть вопроса звучала так. Можете ли вы, как орган государственной власти, повлиять на работу, на приёмку, я так понял, качеству выполнения работ тех фирм, которые отвечают за дорожное строительство? Ну, вот так скажем, что на госавтоинспекцию не возложены функции именно по приёмке, ну, скажем, сдающихся объектов по сдающимся дорогам. Непосредственно на госавтоинспекцию возложено именно по соблюдению, а также выявлению недостаточности уличной дорожной сети при проведении ремонтов, где, допустим, выставляются знаки неправильно, а также, допустим, вот эти выбины, как был задан вопрос, при наличии их, конечно, мы реагируем. Есть соответствующие госты, где установлены сроки по их устранению, а также, ну, конечно, есть соответствующие меры взыскания. Хочу также сказать, что в марте месяца этого года внесены изменения в административный кодекс именно по содержанию, а также по уличной дорожной сети в административный кодекс, где внесены изменения, это в статье 12.34, части 1, части 2, повышенные штрафы именно на должностных лиц, которые именно непосредственно отвечают за данное направление. Раньше, если был штраф 2 тысячи, то сегодня он на должностном лице составляет от 20 тысяч, а на юридическом от 300 тысяч. Также есть там новое введение по части 2 при эксплуатационном состоянии, при дорожном транспортном происшествии, когда причины легкие или средние вреда здоровью участникам дорожного движения, при этом мы тоже возбуждаем административное расследование. По невыполнению предписаний в установленные сроки тоже есть изменения, есть повторность там, штрафы тоже увеличены, и все данные материалы у нас на сегодняшний день рассматривают именно судейские, то бишь суды. Раньше по 12.34 рассматривали мы сами, но эти полномочия сейчас переданы суде. Асен Ильич, с 12 мая установлено ограничение для большегрузов по дорогам. Прокомментируйте, пожалуйста. С 12 мая по 12 июня введены ограничения по тяжести машин, по весам. Это на республиканских дорогах, это республиканская дорога Анга у нас, у нас в направлениях Ангаласского района и Намское направление на 21-м километре. Соответствующий приказ министра транспорта по республике Саха-Якутия вышел, где принимает участие гостехнадзор, а также госавтоинспекции. То бишь для грузовых транспортных средств трехосных это 5 тонн на переднюю ось и по 4 тонны на заднюю. То бишь при превышении тоннажа транспортных средств никаких специальных разрешений, а также выдаваться не будет. То бишь идет неделя по сохранности, месячник вернее, по сохранности дорог. Ну, не секрет, что большегрузы конкретно разбивают остатки наших дорог. И не секрет, что явление, это когда нагрузка, которую создает большегрузовая автомашина, это явление сезонное. То есть начало лета и, можно сказать, период максимальной атаки, это ближе к осени. И еще раз говорю, в прямом эфире мы работаем 32.0066, 32.11.66 и вернемся немножко к городу. Вот у нас, что же делать все-таки со стоянками-то, Асин Ильич, со стоянками, с парковками? Ну, скажем так, что стоянок для транспортных средств вообще катастрофически не хватает в городе Якутске. Все мы видим, что идет застройка центра. И по городостроительству, ну, скажем, строительству торговых центров, жилых домов, есть специальные квоты, где определены, сколько транспортных средств должно стоять возле этих, ну, зданий. Ну, при этом, когда мы потом начинаем разбираться, соответственно, их у нас не хватает. То же самое парковочные места, а также пешеходные дорожки, остановочные. Все мы, наверное, помним, когда в прошлом году у нас на Петра Алексеева погиб ребенок, остановка не соответствовала нормативам. То же самое вот в городе Якутске, проезжая, где с парковочных мест, вот, допустим, недавно у нас на улице Оженикидзе наезд задним ходом возле казначейства был на пешеходы. Это у нас остановка или парковка. И вот непонятно. С парковочного места... Мочить надо, мочить надо, Айсен Ильич, побольше таких вот, скажем. Но я часто вижу бездействие сотрудников полиции, которые рядом стоят, Амосова улица, да, рядом стоит патрульная автомашина, и все, Амосова заставлена автомобилем. У нас телефонный звонок. Я на Романенко выходил по этому поводу. Разберемся, разберемся. Бездействие полное. Да, у нас телефонный звонок. Говорите. Здравствуйте. Да. Иванов Секурска. У меня такой вопрос вот начальнику дорожного контроля или надзора. Вот дороги у нас делают, все хорошо, но почему вот эти обочины не делают, чтобы машина снает? А и ограждения еще железные какие-то непонятные. Вот одна машина остановится, и пробки создают. Это создаются аварийные ситуации. И к этому вопросу еще у меня такой вопрос вот. Вот сотрудники тоже, вот, спектра патрульной службы, да, вот машины я не раз вижу. На дороге, прямо вот в таких местах, машина останавливает. Даже бывают такие, что вот прямо за светофором стоят и останавливают машины. А машины там стоят, они не пробками вряд ли. Так, ну по первому вопросу я отвечу. Обочины, когда у нас не соответствуют, мы, конечно, реагируем в плане того, что мы замеряем занижение обочины по отношению к самой проезжей части, актируем и принимаем меры. То, что касается вообще реагирования госавтоинспекторов на пробки и так далее, мы реагируем, вот, Дмитрий, вот по улице Амусова, вот, как бы вы так сказали. Экспрессивно, да? Да, экспрессивно, но я что хочу сказать, да. Там, допустим, знаки у нас стоят полностью, в полной мере, но при этом сами водители, ну, грубо нарушая правила дорожного движения, возле каждого знака мы тоже не в силах поставить инспектору госавтоинспекции. А, Сэр Ильич, я имею в виду, когда наличие патрульной машины. Ну, я понимаю, что они ссылаются на парконтами и так далее, и так далее. В этом случае... Офицер, который стоит, находится прямо на месте нарушения. Кучу раз такого будет. Кучу раз. Ну, если есть такие факты, ну, вот, допустим, вот, сейчас этот же вопрос, который задал, ну, нам, когда наши именно стоят непосредственно не в положенном месте, фиксируйте и отправляйте, мы будем, конечно, разбираться по этому. Но если непосредственно при нарушении правил дорожного движения он вынужденно остановил кого-то, нарушителя, при этом включил маячки специальные и проблесковые остановил, конечно, это экстренная мера. Нарушения здесь нет? Конечно. А можно еще, Дмитрий, вот там прозвучал такой момент в вопросе нашего телезрителя и радиослушателя по поводу непонятных металлических ограждений. Ну, это совершенно понятные пешеходные ограждения, которые призваны, скажем так, обезопасить наших пешеходов. И, опять же, вспоминаю тот же случай прошлогодний на Петра Алексеева, где погиб у нас ребенок. Там пешеходных этих ограждений, в общем-то, не было. И машина выскочила на тротуар и буквально снесла всю остановку. И, опять же, возвращаясь к теме детей, у нас с сегодняшнего дня, с 15 мая на территории республики, стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Ну, все мы понимаем, что буквально считанные дни остались до конца учебного года. Тысячи, сотни, тысячи детей наших окажутся на каникулах. Не все смогут уехать отдыхать куда-то, да. Многие будут, в общем-то, без постоянного присмотра взрослых. И вот в этой связи хотелось бы обратиться и ко всем родителям, ко всем взрослым, все-таки принять определенные меры, чтобы обезопасить отдых детей, чтобы он был счастливым и здоровым, чтобы лето прошло безопасно. Сейчас у нас очень активно дети катаются на велосипедах, на самокатах. В скейтах. В скейтах и прочей, значит, двигательной вот такой вот техники, которая с точки зрения родителей считается совершенно безопасной. Но, тем не менее, как показывает статистика дорожных происшествий, к сожалению, это не так. И буквально неделю назад был случай у нас в селе Сырдах. Первоклассник, семилетний, попал уже под колеса на велосипеде. И летом всплеск таких происшествий отмечается. Поэтому, уважаемые родители, усилььте надзор, контроль за досугым отдыхом своих детей, тем, где они катаются на велосипедах, скейтах, роликах и так далее. У вас же с общественной организацией «Матери России». Да, вот сегодня как раз, сегодня, кроме того, сегодня очень такой щедрый день на разные события. Сегодня Международный день семьи отмечается. И совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» мы проводим акцию «Я ответственный родитель», которая как раз призвана повысить ответственность наших родителей за жизнь и здоровье детей. начиная от детей пассажиров, пешеходов, велосипедистов и так далее. Спасибо за участие в нашей программе. Еще раз говорю, тема безопасности на дорогах остается актуальной всегда. Я буквально накануне Дня защиты детей созвала передачу в программе «Один из нас» и приглашаю вас принять активное участие как раз по поводу безопасности. Увидимся ровно через неделю в программе «Якутск» сегодня. Спасибо нашим гостям сегодня. Спасибо нашим телезрителям и радиослушателям. Спасибо.